Это видео будет посвящено макияжу по вашим запросам. Если вам интересно такое видео, оставайтесь вместе со мной. Первое. Чем я пользуюсь, когда делаю макияж? Я наношу вот такую основу под макияж. Она абсолютно белого цвета. Выдавливаю ее на запястье. Беру бьюти блендер. И им уже распределяю по лицу. Вот такими вот вбивающими движениями. У меня бьюти блендер смочен. Довольно-таки хорошо смочен и отжал, потому что бьюти блендер это губка, которая может впитать в себя очень много продукта. Для того, чтобы уменьшить впитивность продукта в губку, ее смачиваем. После этого я наношу уже тональную основу. Сейчас с вами я хочу попробовать вот такую вот новую тональную основу Fluid с SPF 12, которая скоро появится в каталоге. Такая будет тональная основа с пипеточкой, которой капать. У меня здесь Light Ivory цвет. Это слоновая кость. Давайте попробуем, как он подойдет, мне не подойдет. То есть из пробника очень сложно что-то выдавить. Но, в общем-то, буду им пользоваться. Он вот такой вот свежий аромат, прозрачный. По покрываемости не сильно. У него большая покрываемость. Поэтому, если вы любите более плотные тональные основы, может быть, он не сильно вам подойдет. Ну, не знаю, может быть, мне так показалось. Все, конечно, нужно пробовать. Поэтому, если вы сомневаетесь в чем-то всегда, заказывайте пробничек чего-либо, покупайте какую-то маленькую миниатюрку, и вы сможете уже протестировать продукт и понять лично для себя, подходит вам это или нет. Но цвет немножко, я бы сказала, для меня вот в данный период времени хотелось бы, может быть, даже побелее. Может быть, даже попробовать нужно слоновую кость, потому что этот немножко, я бы сказала, что как-то желтит, что ли, или, не знаю, на моем лице так смотрится. Ну, то есть тональную основу распределяю, кроме области глаз, также все бьюти-блендером. И вот так вот, такими выбивающими движениями, близко наношу к области роста ресниц, распределяю еще по шее, чтобы немножко сравнять оттенок, чтобы не выбивалось это, если вдруг что-то у вас не совпадает. После этого я уже пользуюсь вот таким вот замечательным продуктом. Это у нас консилер для области глаз. Он с кисточкой, с дозатором выдавливаю, вот так вот наношу, пальчиками помогаю распределяю, выравнивает цвет лица, маскирует какие-то синячки, покраснения, в принципе, мешки под глазами тоже хорошо убирает. А на верхнем веке тоже выравнивает цвет и позволяет теням лучше, не знаю, держаться, не собираться. Ну, то есть, замечательный вот такой вот продукт. Если мало, добавляете еще. И вот такими вот движениями я распределяю его. И можно распределять, конечно, кисточкой, но тогда будет сильно много продукта на глазах. Это бы не хотелось, чтобы какие-то морщинки ничего он не усиливал. Вот здесь вот тоже можно в складочках его вот так же нанести, чтобы подкорректировать. И следующим этапом в макияже я использую пудру. Пудру использую вот такую вот рассыпчатую. Это пудра Giordani Gold рассыпчатая. Рассыпчатая, она идет в одном оттенке. Пользуюсь я ей как? Насыпаю крышечку ее, немножечко продукта. Беру широкую кисть и вот такими вот движениями я распределяю ее по лицу. С утра, когда я делаю макияж, мне очень удобно в использовании рассыпчатая пудра. В течение дня я уже пользуюсь компактной пудрой, которая мне помогает продлить стойкость макияжа. Ну и вот так вот распределяю пудру. Следующим этапом в моем макияже это идут уже бровки. Хотя брови у меня как бы в принципе густые, но я немножечко их подкрашиваю. Для этого у меня есть несколько продуктов, которыми я обычно пользуюсь. Я обычно пользуюсь вот такими вот тенями для бровей. Выглядят они вот так вот. Два цвета, светлые и темные. Я использую темный и воск. И использую еще вот такой вот моделирующий гель для бровей. Но сейчас я хочу попробовать новый продукт. Новый продукт это вот такой вот карандаш для бровей. Новиночка. Я заказала его в темном оттенке. С одной стороны карандаш, с другой стороны щеточка. И давайте вместе с вами попробуем и посмотрим, что же у меня получится. То есть карандаш вот такой вот. Подкрашиваю там, где хочется. У него не сильно большой пигмент, я бы сказала. Но если, конечно, надавливает, дает больше оттенка. И вот так вот подкрашиваем бровки. Кто рисует брови вообще? Я думаю, что замечательные продукты. Щеточкой можно только бровки немножечко расчесать. Со второй бровью делаем то же самое. Рисуем там, где хочется. И вот так вот. В принципе, хорошо подходит мне вот этот вот темный оттенок для брюнеток. Поэтому как бы замечательный цвет. Щеточка тоже небольшая и очень удобная. И вот такие вот бровки у нас получились. Я думаю, что в принципе хорошо и одинаково. Понравился мне этот карандаш. Темный оттенок. Довольна в принципе этой покупкой. Поэтому попробуйте, присмотритесь. Но я все-таки хочу нанести вот этот модулирующий гель для бровян. У меня тоже все в темном коричневом оттенке. Чтобы не для цвета, а чтобы немножечко просто закрепить и уложить бровки. Вот такими вот легкими-легкими движениями. Следующее. Следующее это уже, конечно, импровизация. То, что вам интересно. Это уже мы будем красить глаза тенями. Ну, не знаю. Давайте попробуем, может быть, вот такую вот палеточку. В принципе, крашу разными палетками. И не боюсь цвета. Поэтому сейчас подберу те кисти, которые мне будут помощниками. И мы будем уже с вами красить. Возьму широкую кисть. Широкую кисть. Буду набирать вот этот вот светлый оттенок в этой палетке. В основном все с перламутром. Только самый темный оттенок без перламутра. Крашу светлый оттенок. Крашу светлый оттенок по всей области. Под бровью высветляю. Выравниваю просто все. Можно красить только у начала. И под бровью. Ну, то есть, все зависит от того, как вы хотите. Так, следующее, что... Извиняюсь за телефон, кто-то звонит. Следующее, набираю вот такой вот темный оттенок. Ну, давайте вот этот вот темный оттенок наберу с перламутром. И буду красить уже уголок. Вот такая вот кисточка у меня есть. Кругленькая. И очень ей удобно пользоваться. Крашу уголочек глаза. Делаю это вот так вот. И уже по складке глаза распределяю тени. Тени, в принципе, очень хорошо пигментированы. Поэтому не нужно сильно много на кисть набирать. Хорошо растушевываются. Поэтому, вот смотрите, если вдруг что-то у вас будет не одинаково, то вы запросто сможете это растушевать и убрать излишки. Так, со вторым глазом. Стараюсь проделать то же самое, чтобы это было... Тоже все смотрелось одинаково. И вот так вот, вот так вот делаю. Цвет красивый. Перламутра не сильно много. Поэтому эти палетки Джордани подойдут. И, я думаю, что взрослым женщинам, которые немножечко боятся перламутра, не стоит это, ну, в общем, делать. Они не сильно пигментируют. Ну, как, пигмент сильный, но перламутра не сильно много. Поэтому будет, я думаю, хорошо смотреться. Мы сделаем такой более яркий макияж, чтобы на камере он был виден. Вот такие вот уголочки получились. Следующее, что мы делаем, берём другую кисть, набираем посветлее вот этот вот оттенок. И от серединки вот здесь вот коричневым. Хочется даже в этот макияж чего-то ещё добавить. Потому что я, как бы, не боюсь цвета и, в принципе, экспериментирую. Но производитель, вот уже, если вы не знаете, как комбинировать, подбирать цвета, в палетках действительно подобраны уже цвета идеально. И вам уже не стоит ничего, в принципе, делать. Возьму широкую кисть, всё-таки наберу ещё светлого вот этого вот оттенка. От начала и немножечко вот так вот всё это растушую вместе. В принципе, такой вот не сильно яркий получился макияж. Вот такие вот глазки. Если вдруг что-то осыпалось, в принципе, эти тирения не сыпятся и не осыпаются. Вот бывает просто иногда кисть подводит, если много чего-то там набрал. С нижним веком, что я делаю? Беру вот такую плоскую кисть, наберу тёмный вот этот вот оттенок. И подведу немножечко вот здесь вот. Видно, да? Также набираю. Со вторым глазом делаю всё то же самое. И вот так вот. Следующее, что я хочу вам показать, это вот такой вот карандашик беленький. Я им подвожу водную линию. Так вот беру и по слизистой. По слизистой провожу этим карандашиком. Взгляд становится такой более какой-то интересный. Карандаш абсолютно не раздражает глаза. Для меня он является гипоаллергенным. Для вас, думаю, тоже, если вы попробуете. И вот так вот я крашу глазки. Следующее. Я обычно крашу подводку. Мне очень полюбилась вот эта вот подводка из серии The One. У неё вот такой вот наконечник. Она очень удобная. Вначале я переживала, что она будет не сильно удобной. Но как бы всё хорошо. Подводку я крашу разную. Широкую, тонкую. Какую, в общем-то... Не знаю, какую. Придумайте и вы красите то, что вам захочется. Красить я буду не от начала. То есть вот так наношу. Очень хорошо рисует этот фломастер. Сделаем давайте какую? Широкую подводку. Вот так вот для начала. Уголок здесь нарисуем. Смотрим, чтобы было одинаково. Потом делаем вот так вот. Как я провела, видно, да? И закрашиваем вот этот вот светлые промежутки. И получилась вот такая вот широкая подводка. Со вторым глазом делаю то же самое. Стараемся, чтобы всё это было одинаково. Если вдруг что-то у вас не так, как вот сейчас у меня немножечко получилось, не переживаем. Берём палочку и просто и легко всё корректируем. Как это мы делаем. Уже немножко подсохло. И просто можно убрать, стереть излишки. Так, и дорисовать, если вдруг чего-то не хватило. Ну и вот такие вот широкие подводки у меня получились. Фломастер очень замечательно рисует. Вот он у меня уже второй месяц. И прямо рисует, не подводит хорошо. После этого я наношу тушь. Мне нравится сейчас вот эта вот тушь. Она вот такая вот кисточка. Синий оттенок. Особо синей она не является. Но при каком-то отливе синева на ресницах, в принципе, есть. Ресницы получаются такими объёмными, длинненькими. В тот же момент вы можете их сделать так, как вам захочется. Много объёма, мало объёма. Вот. Я люблю, в принципе, когда ресницы объёмные, пушистые. Внизу я тоже ресницы крашу. Так, немножечко, слегка. Вот. И после того, как я накрасила ресницы, я уже наношу бронзер и румяна. Сегодня я буду пользоваться вот такими двумя. Один коричневый гаммой, другой розовый гаммой. Значит, сейчас откроем и найдём вот как раз-таки коричневый. Беру кисть, набираю и наношу около роста волос. Вот так. По скуле. И вот здесь. Небольшой такой контуринг получается лица. С этой стороны делаю то же самое. Вот. И вот так вот корректирую лицо. Беру розовую палетку. Беру другую кисть уже. Набираю. И наношу на выпуклые части щёчек румяна. От этих румян пятен не получается. Всё хорошо распределяется. И вот так вот это замечательно смотрится. Ну вот, видите. Можно ещё использовать хайлайтер. Ну, не знаю, не знаю. Давайте нанесём. У меня есть здесь хайлайтер. Вот в такой вот палетке. Ну, вот в такой палетке у меня есть хайлайтер. И я его наношу на... Вот сюда, на выпуклую часть щёчек выше румян. Потом, значит, по носику. И вот сюда, на губки. Не знаю, насколько вам видно, не видно хайлайтер. Ну, то есть, если хочется чего-то такого, то можно вот ещё воспользоваться и хайлайтером. Следующее, что я буду красить губы. Ну, ну, какой бы цвет выбрать, я даже не знаю, что у меня тут рядышком есть. Есть вот такая вот помадка. Есть вот такая вот. Ну, давайте более какой-то, может быть, ещё что-то поярче. Вообще нанесём, что ещё есть здесь рядом. Такие вот две помадки. Ну, давайте вот эту вообще яркую. Воспользуюсь вот таким вот карандашом выкручивающимся, красным. Возьму зеркало, чтобы мне это было удобно делать поближе. Так, здесь не сильно видно. И нанесу карандаш для голов. То есть, немножечко вот так открашиваем. Центр оставляем светлым. Берём губную помаду. И красим уже ей. Яркий у нас получился оттенок губной помады. И вот это вот весь мой макияж, который я делаю. Если вам понравилось моё видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Если вы хотите увидеть видео о макияже именно с какой-то палеткой или с каким-то цветом, напишите мне. Я постараюсь это сделать для вас. Обнимаю крепко. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok